Привет! Вы находитесь на канале Лена Смитстич, это канал Вышивки Крестиком и сегодня я начинаю третий эпизод игры Вышивальный пассианс 2.0 Привет, девчонки! Я решила несколько иначе начать данное видео в основном для тех, кто впервые на канале и еще не знаком с правилами этой игры Если вы действительно впервые здесь, то я рекомендую перейти вам в первое видео данного плейлиста чтобы вы могли ознакомиться с правилами, потому что досконально все правила повторять я не буду Вы можете либо просто догадываться, что здесь происходит, или понять по ходу либо все-таки посмотреть предыдущие видео, чтобы все стало более понятным Ну а для старичков я напоминаю, что мы за видео делаем три расклада В каждом раскладе я тяну пять карт и вышиваю те значения, которые эквивалентны определенным вытянутым картам У меня участвуют в этой игре четыре процесса Пиковый — это королевство книг от торговой марки «Сделай своими руками» Вот на таком этапе сейчас находится данная работа Показываю ее сейчас, чтобы можно было сделать или скриншот, или просто запомнить Потому что непосредственно перед самым отшивом я уже показывать вам ее не буду Мне кажется, это глупо и бесполезно Просто давайте оговорим, что я буду вышивать в ближайшее время, если на картах выпадет пика Я буду заполнять вот эти пространства Чтобы дошить полностью эту книжечку, этот домик, мне осталось вышить одним таким темно-коричневым цветом Чтобы заполнить вот этот своеобразный блик Точнее, блик у нас здесь, а это какой-то рефлекс или что-то типа этого Не знаю, как правильно это на художественной терминологии называется Пусть будет тень И если норма будет очень большой, то я пойду вышивать вот сюда в сторону, вот этот фон снизу Если она будет очень большой, то я, вероятно, перейду на вот эту книжечку И, возможно, фон уже над ними Но узнаем это мы с вами только после расклада Бубновый процесс – это вот этот ангелочек от Design WorkCrafts Вышиваю по набору на пластике, в котором было 4 ангелочка Три из них уже вышиты, и вот четвертый находится на стадии завершения По моим умозрительным предположениям, в нем осталось выше 1200 крестиков, чтобы завершить Но, а как это будет на самом деле, посмотрим И вообще, интересно, главная интрига данного видео будет в том Завершим мы ангелочка на протяжении данного видео или нет Мне бы хотелось, чтобы да Специально педалировать я не буду Если бонусы не будут попадать на эту мазь То специально ее доставать и давать ей дополнительный бонус Или тянуть какие-то дополнительные карты я не буду Но уж коли так станет, что у меня будет возможность продвинуть этот процесс Я буду очень рада Еще один процесс – это черва Работа зрительских симпатий Это у меня лошадушка, замечательный дизайнер Пиба Климос Вышиваю по буклету Это Аида Цвайгард, 18-го каунта Нитки СХС И вот я нахожусь сейчас в центре работы Весь нить уже вышит Вверх еще даже там конь не валялся Или вот эта сама замечательная лошадь не валялась там Но посмотрим также То, что вышьется, будет зависеть от норм Которые будут выпадать червовому процессу Я планирую вышивать фон Вот во всем пространстве, доступном в пяльцам Не заходя на лошадку Как только фон завершится, буду вышивать лошадку Но я предполагаю, что это будет явно не в ближайшем видео Потому что едва ли будут настолько крупные нормы Из-за того, что каунт очень маленький Очень много крестиков помещается в пяльце Нужно воистину очень-очень-очень много вытянуть карт червовой масти Чтобы полностью заполнить этот фон в данном видео Я думаю, что вероятность этого близится к нулю Но во всяком случае посмотрим, как это будет Мы узнаем с вами это совсем скоро Вы вообще буквально в течение ближайших получаса Ну и один из интереснейших моментов данного видео Это то, каким станет трифовый процесс Дело в том, что в предыдущем видео я завершила ту работу Которая была трифовой И в данном видео должна выбрать новую И это интересно еще и потому Что эту работу я могу выбрать себе сама Потому что если три предыдущие выбираются как бы сами Условно, из подваль То трифовый процесс я выбираю сама по своему желанию И я сделала этот выбор Не знаю, понравится вам он или нет Но лично мне он очень нравится И эту работу мне очень хочется завершить И иметь у себя ее финишировавшей Показываю ее вам Это Neighbor Sampler Раритетный раритет Набор 1989 года торговой марки Bernat Я вышиваю с большим удовольствием его По моим умозрительным заключениям Мне осталось вышить 50% этой работы Я имею ввиду то, что касается домиков Плюс внизу там будет еще изречение Которое тоже надо было вышить Так вот, домиков осталось Мне 50% и плюс сколько-то процентов этого изречения Я вышиваю по бумажной схеме У меня нет перенабора Поэтому могу только предполагать Сколько здесь крестиков, бэкстича и всего прочего Я считаю каждый крестик онлайн Когда вышиваю Потом в конце уже тогда, когда работа завершится Я смогу подбить итоги И посмотреть, сколько в итоге там тут же оказалось крестиков всего Когда я приступала к этой работе Я говорила о том, что по моим прикидкам Здесь 17-18 тысяч крестиков На данный момент, когда отшито уже вот столько Мне кажется, что я переборщила На самом деле их здесь, как по моим ощущениям сейчас Их меньше, но, как я уже и сказала Точно узнаем мы это уже только, когда работа финиширует Я вышиваю полностью теми материалами, которые были даны в наборе Нитки, предположительно, это ДМС Но не факт, не факт И канва вот такого потрясающего Немножко какаушно-зеленоватого цвета 14-го каунта Аида Вот, вот такая вот история Ну что ж, я думаю, что вы хотя бы немножечко запомнили На каких этапах какая у меня из работ Что говорить, я собираюсь вышивать вот этот домик, собственно Когда у меня выпадет ближайшая норма для трифового процесса Ну и посмотрим, идти дальше, если на то будет воля карт Ну а теперь я уберу со стола эти дизайны И мы с вами сделаем самое интересное Вытянем необходимые карты Ну и вот настал тот час, когда я могу сделать расклад Что бы мне хотелось? В первую очередь, не буду кривить душой Мне бы хотелось повышевать ангелочков и завершить их Это бубна Во вторую очередь, мне бы очень хотелось Чтобы какая-нибудь хорошая норма Вышпала для пики Потому что давненько не выпадало Ничего хорошего Точнее, если быть честной То в данном проекте Вообще не выпадало ничего хорошего Для пики ни разу Все время какая-то мелочь И мне обидно за этот процесс Потому что он потрясающий И тем более огромный Вышивает там еще кучу-кучу-кучу крестиков И мне бы очень хотелось, чтобы выпал он Всего там, кстати, 70 тысяч крестиков в этом дизайне Так, ну и слушайте Вот как всегда, я наговорила сейчас Не надо так делать Потому что я уверена, что я сказала об этих работах И они по-любому сейчас не выпадут Так бывает всегда Ну а на третьем месте домики Потому что я их давно не вышивала Впрочем, лошадушку я тоже хочу, я ее люблю Ну, посмотрим, что решили карты Одну карту я снимаю И сейчас буду делать расклад Напомню, что если вытянув 5 карт У нас не будет нормы в 1000 крестиков Я буду тянуть дополнительную карту И поехали 4 пиковая Ну, спасибо, Инна Том Это 50 крестиков для королевства книг Восьмерка трифовая 100 крестиков для домиков Пятерка бубновая 50 крестиков для ангелочков Пока что-то не очень Да, и, кстати, напомню также то Что если для какого-то дизайна Будет норма всего 50 крестиков Я имею право эти 50 крестиков Передать какому-то другому дизайну Как видим, у нас сейчас Два таких дизайна под вопросом Точнее, две карты И еще одна карта Это девятка 100 крестиков для домиков И еще одна карта Двойка Умножаем пику на два Значит так На данный момент На столе у нас 5 карт Из которых 100 крестиков Для пикового процесса 200 крестиков для трифового И 50 для бубнового То есть норма явно ниже 1000 Поэтому будем тянуть еще Одну карту я снимаю И это пятерка Ну хорошо Еще добавились у нас 50 крестиков Точнее 100 Потому что сразу умножаем на 2 Значит для пикового процесса У нас будет 200 крестиков 5 и 5 пара Значит еще 200 дополнительных крестиков Всего на столе сейчас 650 крестиков Будем тянуть еще одну карту Так Снимаю одну И это Ого Слушайте Это очень интересно Потому что посмотрите Жаль что нету туза Или шестерки пиковой Потому что это был бы просто Стрит флэш Но давайте с вами подумаем Что делать Я не ожидала что будет такое Посмотрите У нас есть двойка умножить на 2 И тройка умножить на 3 Таким образом получается Что мне нужно умножить на 6 Да Почему бы и нет Мне вполне нравится эта идея Получается У нас есть 100 крестиков За пятерку и четверку Которые мы умножаем на 6 Это получается 600 крестиков Плюс 200 крестиков Для Трифовой масти Это получается 800 Плюс пара Для пятерок Это получается 1000 И 50 крестиков За бубновую масть Ну как вы понимаете Я не буду вышивать Бубновую масть 50 крестиков Я отдам эти крестики Чтобы норма получилась побольше Я отдам их пиковой масти И все умножу на 6 Это получится Что 150 я умножаю на 6 Это значит Что мне нужно вышить 900 крестиков На пиковом процессе И 200 на трифовом Еще есть бонус 200 Которые я тоже отдам Пиковой масти А почему бы и нет Моя игра Что хочу то и делаю Таким образом Мне нужно вышить 1100 крестиков На пиковом процессе И 200 крестиков На трифовом Процессы вы уже видели Перед глазами Показывать их вам не буду А побегу вышивать Вот такой интересный расклад Получился Увидимся в следующем включении Ну что же Первый расклад отшит И по традиции Начинаю показывать Того процесса На котором была Меньшая норма На моем Трифовом Обновленном процессе Я должна была вышить Всего лишь 200 крестиков Ну собственно Это я сделала 205 крестиков Добавилось на работе Собственно Вот в этом фрагменте Белый Желтый И такие Несколько розовато Коричневые Я бы сказала Ниточки Я сюда добавила Пару крестиков Зеленых Насколько я помню Было Ну собственно Все Такие небольшие продвижения Но на этой работе Заметные Потому что Здесь такие небольшие Мини фрагментики Которые очень хорошо Контрастно заполняются Большими цветовыми пятнами И собственно Получается В итоге Симпатичный домичек Положено Начало Отшиву Этой работы Этой работы В рамках данного проекта Ну и собственно Буду двигаться дальше Сначала Дошью этот домик Рядом с ним Находятся Разные буквочки Вверху Маленький сюжетик Из домиков Я думаю Что вы сейчас В уголочке Видите превью Этого дизайна И понимаете О чем я говорю Ну и дальше Буду искать Вот этот Правый верхний угол То есть Вышивать дизайн В нем А потом Спущусь вниз Чтобы дошивать Уже Скажем Остальные домики Ну что ж С этим дизайном На данную минутку Мы прощаемся И давайте покажу Что у меня вышилось В королевстве книг Напоминаю Что на данном дизайне Я должна была Вышить 1100 крестиков Отличная Классная норма Ну и я думаю Что продвижения Не ускользают От вас Конечно же Для любого дизайна Даже самого большого Даже для самой крупной Многоцветки 1000 Это всегда Видимый результат Особенно если Она сгруппирована Плюс-минус Рядом А не нарасыпана По всему объему Конвы Как видите Я полностью Завершила Вот этот вот Замечательный Книгодомик Включая Бэкстич Название Номер Тома Который написан Римскими цифрами Точнее вышед Бэкстичем Даже стрелочки На часах Здесь было Так же Несколько Несколько Небольших Бэкстичевых Моментов Например В часах Четыре Вот эти Точечки Обшиваются Бэкстичем На дверцах Вот здесь Есть несколько Стежков Бэкстича Так же Возможно Вам не очень Видно Но есть полоска Здесь и здесь Ну это все-таки Маленькие нюансы На самом деле Бэкстич не сильно Повлиял на объем Крестиков Я в основном Выполняла Именно Сами Что ни на есть Крестики Это была Зашивка Полностью Всего домика Я вышивала Одним коричневым Цветом И перешла Несколько На соседнюю Книжечку Этот же цвет Вышивала Ну и Я начала Вышивать Пол Ну то есть Вот этот фон Вышивала Только одним Самым темным Цветом Ну и собственно До каких пор Я Как вы помните Я думаю Возможно Вверху вы видите Маленькую картинку Этого дизайна Здесь будут Ворота Центральная часть Сюжета Вот этот Большой Скажем так Объект Архитектурный Который состоит Из двух Маленьких Книжек С фонариками Большой Крыши И кованых Ворот За которыми Начинается Сад Весь сад Вышивается Крестом В одно Сложение В отличие От всего Дизайна Потому что Весь дизайн Не помню Упоминала ли я В этом видео Или нет Весь дизайн Вышивается Крестом В три Сложения И возможно Именно это Является той Несколько Затрудняющей Частью Которая И Послужила Причиной Того Что этот Набор Этот дизайн У меня В долгостроях Не очень Нравится мне Вышивать В три Сложения Но результат Того стоит И конечно Я буду продолжать Очень плотно Крестики Закрывают Конву 14 каунта Аиду Выглядит Красиво Ярко Насыщенно Очень Пышно Я бы даже Сказала И объемно Единственное Мне не нравится То что Бэкстич В два Сложения А он Здесь Именно таким Образом Выполняется Несколько Теряется На фоне Вот этих Вот Крестиков Трех Сложений Даже не Столько На фоне Теряется Но вот Представьте Когда мы Вышиваем Крестик Он самый Выпуклый В средней Части Потому что Там Пересекаются Две Ниточки И получается Самый Тонкий В местах Где Крестики Соприкасаются Друг Между Другом И получается Там даже Вообще Если Сильно Затягивать Нитку И дырочки Расширятся Там вообще Будет Пустое пространство Надеюсь Я понятно Объясняю И вы понимаете Так вот И когда Бэкстич Ложится В эти Промежутки То он Как бы Несколько Утопает Внутрь Вышивки И когда Тем более Крестик В три Сложения То это Еще Более Заметно Чем Если Б он Был В два И получается Что Как по Мне То Бэкстич Здесь Не сильно Выразительно Каким Мог бы Быть С другой Стороны Наверное У нас И не Идет Цели Такой Не стоит Задача Чтобы Бэкстич Прям Был Архивиден Иначе Бо Выполняли Мы Какими То Более Яркими Оттенками Например Черным В темных Местах Здесь Во всем Дизайне Нету Ни Одного Черного Ни Крестика Ни Бэкстиченки Очень Примечательный Момент Между Прочим Ну Что Касается Моего Отшива Я Забыла Вам Сказать Я вышла 1109 Крестиков Почему Я определила Именно Крестиков Которые Выступают Здесь У меня Заканчиваются Ворота То есть Вот это Весь Центральный Сюжет С воротами И садом За ними Будет попадать В данный Промежуток Вот который Вы видите На конве То есть Не промежуток А в данный Отрез ткани Скажем Да У меня Завернута ткань С двух сторон С одной стороны Я заворачиваю Отшитая С другой стороны Завернуто То что Мне еще Предстоит И вот Приблизительно Вот до сих пор Будут У меня Ворота Мне казалось Что они будут Шире Когда я Выдела на конве Это расстояние Мне показалось Слишком узким Я несколько раз Пересчитывала Так все Или не так Правильно Или я посчитала Отступы И вот Все эти крестики Правильно Или сделала Все казалось верно Ну собственно Буду вышивать Интересный момент Что Дизайн Несколько Несимметричен В том смысле Что Центр Дизайна Находится Не по центру Ворот Но это Я пожалуй Уже покажу вам В следующий раз Потому что Я сейчас С собой Для съемки Не взяла Бумажную схему Покажу Наверное Уже в следующий раз После следующего Отшива Если на то будет Воля Кар Да Ну и хотела бы Сразу рассказать Что я собираюсь Делать дальше Наверное Первонаперво Мне хочется Заполнить Вот этот фон И закончить Эту книжечку Ну собственно И фонарь соответственно Но это будет Зависеть от того Какая норма Выпадет Потому что Если выпадет 100-200 крестиков Я не успею Даже фон вышить В этом дизайне После этого Я планирую Перейти на ворота Вышить их Они вышивают По-моему Там тремя цветами Но один из темно-синих Будет как раз Основным И вышить Собственно Вот то место Которое вышивается Крестиком В одно сложение Я с самого начала Отшива этого сюжета Очень жду Как сыграет Вот эта вот Разница Сложений Как это будет Выглядеть на конве Что здесь Такие плотные Насыщенные Очень тугие Крестики А там будет Такая полупрозрачная Дымка Благодаря тому Что сложение Очень маленькое Для 14-го каунта Вот Но потом Перейду Как бы к середине Крыши К самой крыше И напоследок В этом фрагменте Оставлю фон Его здесь Много Гораздо больше Чем Во всех предыдущих Книжечках Потому что Я старалась Вышивать фон Там ровно Настолько Сколько занимает Каждая книжечка Здесь же Как видите Будет Во-первых Вот эти маленькие Книжечки Они гораздо ниже И фон опускается Ниже Во-вторых Вообще Фрагмент большой Ну в общем Я понимаю Что на фоне Мы посидим с вами Какое-то Количество времени Особенно Если нормы Нам карты Будут выдавать Не очень большие Несколько слов О вышивальной Бухгалтерии На этой работе На данный момент Вышито 41,89 И для того Чтобы завершить Мне работу Мне осталось Вышить 41,122 Крестика Ну а Как это изменится До конца Данного видео Мы узнаем С вами совсем скоро Давайте переходить К второму Раскладу В рамках Данной серии Вышивального Пасьянса Ну что ж Давайте сделаем Еще один расклад В данном видео Как видите Карты иногда Преподносят Интересные моменты Хоть в прошлом Раскладе Выпали очень маленькие Карты по номиналу Но по итогу У работы Получилась Очень даже Неплохая Норма Ну что ж Не буду долго Тасовать Давайте переходить К тому Что же у меня Тут вытянется Одну карту Снимаю И что же Загадать Произносить или нет Ну я хотела бы Повышевать Ангелочка Ну посмотрим Выпадет Бубна Или нет Девятка Червовая Сто крестиков Для лошадки Пятерка Трифовая Пятьдесят Крестиков Для домиков Валет Трифовый Двести Крестиков Для домиков Десятка Бубновая Сто крестиков Для ангелочков Ну спасибо И еще одна карта Это Дама Пиковая Ну что ж Видите Всем работам Достается В данном Раскладе Хоть какая-то норма Дама Это Триста Крестиков Ну давайте Подведем Итог Сколько всего Получается Этот расклад Дама И валет Это Пятьсот Крестиков Девятка И десятка Плюс Двести Семьсот И пятерка Еще пятьдесят Семьсот Пятьдесят Крестиков Это значит Что снова Такие Должна Тянуть Дополнительную Карту Поэтому Снимаю Одну Карту И вот Это будет Та самая И смотрите Если выпадет Король Или восьмерка У нас Будет Прекрасный Бонус Давайте Смотрим Что это 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 Девятка Ну что ж Девятка Это Сто Крестиков Плюс Пара Двести Крестиков Мы Перевалили За тысячу Таким Образом Смотрим На червом Пароцессе На лошадке Я должна Вышить Сто Крестиков На ангелочках Тоже Сто Крестиков На пиковой работе На королевстве Книг Которую мы только что С вами посмотрели Вышью Триста 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 Крестиков Крестиков Ну и Получается Что Самая Большая Норма В Триста Пятьдесят Крестиков Досталась Домиком И мне нужно Решить Кому Я Отдам Двести Крестиков Пожалуй Я собиралась Действовать В самом начале Видео Продолжим Именно так Ну и Увидимся С вами Когда у меня Получится Сделать Отшив Этого Расклада Привет Снова Очередной Раз В этом Видео И Второй Расклад Отшит Поэтому Я могу Вам Показать Свои Результаты Да Они Не Очень Большие Потому Что Результаты Были На Четырех Работах И Конечно Если Поделить Обычный Средний Расклад По количеству Крестиков На Две Работы Например И на Четыре Это Будет Совершенно Разные Числа Для Каждой Работы Ну Это Самая Элементарная Математика За Второй Или Третий Класс Я Зачем Вам Это Рассказываю Просто Знаете Мне Неловко Показывать Вам Это Продвижение В 100 Крестиков Да На Лошадушке Должна Была Вышить 100 Крестиков Вышила 107 Но Я Старалась Сделать Таковыми Чтобы Они Были Видны Поэтому Я Выбрала Цвет Который Ярко Контрастно Выделяется Его Осталось Совсем Немного Вообще На Всей Работе Мне Наверное Осталось Еще Крестиков 100 Помимо Этих Вышить Данным Цветом Чтобы Он С Работы Вышел Вот Это Вот Такой Песочный Цвет И Вот Несколько Несколько Полосочек Я Им И Вышила Да 107 Крестиков Маленькая Норма Но Тем Не Менее Какая Есть Таковы Правила Игры Возможно В Следующем Раскладе Лошадке Повезет Больше Зато Зато Я Отшила Эту Норму Очень Быстро Мне Просто Хватило Знаете Несколько Минут Между Делом Брать Ее В руки В момент Когда На то Чтобы Посидеть Полноценно Над Какой То Работой Времени Недостаточно А с Другой Стороны Есть Свободная Минутка Чтоб Что-то Чуточку Сделать И Вот Как раз В этот Момент Мне Стало Находе Как у нас Говорят Это Работа Да Даже Не знаю Что еще Особо Вам Рассказать Лучше Буду Переходить Уже К Следующей Работе Не буду Лошадку Убирать Из кадра Потому что Следующая Работа На пластике Она Очень Маленькая Они Как раз Прекрасным Образом Поместятся В кадре Вместе И Ангелочек На этой Работе Я должна Была Вышить 300 Крестика Вышила 307 И Как видите У меня Здесь Появился Зеленый Цвет Точнее Я Дошила Вот здесь Несколько Крестиков Темно-синим Вышила Красный Бантик И Вот Все Что Есть Зеленого Добавила Именно Сейчас Да 307 Крестиков По моим Почетам За 3 Расклада В которых Участвовал Ангелочек Я вышила Что-то Около 1150 Крестиков Это Значит Что Ну Плюс Минус 700 Крестиков Остается Для того Чтобы Дошить Этого Ангелочка И Я Честно Даже Не знаю Мне Так Хочется Чтоб Он Завершился В этом Раскладе Ну В новом Который Будет Буквально Через Несколько Минуточек Но Я С другой Стороны Понимаю Что Норма В 700 Или Более Крестиков Это Не то Чтобы Очень Типично И Легко Чаще Всего Нормы Бывают Меньше Да Естественно Да Кстати Как раз Сейчас Удачный Момент Оговорить Как я буду Поступать Если Например На эту Работу Выпадет Гораздо Больше Крестиков Чем Их По факту Осталось На работе То Оставшиеся Крестики Я Просто Передам Какой-то Другой Работе Одной Из тех Которые Также Выпадут В этом Раскладе Я Надеюсь Что Новый Расклад Не будет На Четыре Масти Хотя На Три А лучше На Две Одной Из которых Будет Ангелочек Мне бы Просто Очень Хотелось Чтобы Новый Процесс Уже Был В новом Эпизоде Этой Игры Мне кажется Уже Некуда Дальше Тянуть Этих Ангелочков Уже Самое Время Завершать Ну Что Отчиталась Вам По Двум Работам И давайте Перейду Еще К Двум Третья Работа И Третья Норма Мне На Выше 300 Крестиков Я Вышила 315 Штучек Я думаю Что Продвижение Заметно Потому Что Я Вышивала Одним Цветом В более Или Одном И Том Ж Месте Поэтому Собственно Легко Заметить Я Брала Вот Этот Песочный Цвет Который Я Вышивала И Думала О Лошадке Мне Казалось Что Этот Цвет Идеально Подходит В цветовую Гамму Моей Вот Этой Graceful Lady Я Старалась Вышивать В одном Поле У меня Были мысли Что Возможно Мне Придется Уйти Дальше Чего Мне Не Хотелось Но К счастью Крестиков Хватило На то Чтобы До сих Пор Повышевать Здесь Уже Есть Такие Моменты Я их Знаю Вам Расскажу Вот Видите Вот Точечка Вот И Вот Здесь Это Уже Будет Низ Ворот Именно Сюда Как Вот Эти Кованые Ворота Опускаются В Эти Нижние Точки Я Уже Предвкушаю Думаю О том Что Буду Я Делать Дальше Если Этой Работе Достанутся Большие Ну Или Хоть Какие Нормы Я Конечно Первым Делом Завершу Вот Этот Фон Вот В Этом Месте Вот Ну Приблизительно До сих Пор Может Чуть Меньше Где то Так В Целом Работа Вышивается Очень Легко Мне Кажется Что Я Эти 300 С Небольшим Крестиком Просто Шпарила Крайне Быстро Возможно Даже За час Справилась Хотя Моя Обычная Норма По вышивке Крестик Это Где-то 200 Крестиков В час Но Здесь Все Максимально Легко Правда Несколько Раз Я Ошибалась Потому Что Знаете Когда Рисунок Нелогичный А Вот Такой Некий Хаотичный Очень Высокая Вероятность По крайней мере У меня С моей Концентрацией И невнимательностью Сбиться На какой-нибудь Один крестик И я Несколько Раз Ну Не Выпарывала А Распускала Работу Чтобы Переделать Ну Смотрите Как бы Вот здесь Да Вот в этом Фрагменте Можете Посмотреть Здесь Используются Также Три цвета Но Два Более Светлых Весьма Похожи Вот И Понятно Что Если бы я ошиблась На один крестик Или даже на десять Это мало бы Кто заметил Да и все равно Но знаете Я вот в каких-то моментах Все-таки Бываю Рабом ключа И мне нужно сделать Именно так Как должно Ну Все из-за того Что бывает Я потом По Неправильно Вышитому Могу Отчитывать Какие-то Другие Части Фрагменты Работы И из-за этого Сделать ошибку дальше Которая будет Уже более Значимая Чем Да Допустим Которую допустила Первоначально И мне бы этого не хотелось Ну И тем более Я же подсчитываю крестики Делаю это в саге И чтобы Знаете Потом ничего не перепутать С цветами Еще как-то В общем Решила все сделать Так как должно быть В общем Работа движется классно Я прям получила Знаете Вот такое Вдохновение На то Чтобы двигать ее К финишу Упорно И упорно Надеюсь Карты мне в этом помогут Ну и давайте Смотреть четвертую работу Этого расклада Что ж На этой Трифовой работе Должна была вышить 350 крестиков Вышила 365 Неожиданно для себя Практически Завершила домик Точнее Если уж быть Совсем кристально точной Домик я завершила Полностью Как видите Он готов Здесь осталось Буквально Я думаю Около 70 крестиков Здесь Вышить этот куст Ну и Бэкстич Останется у меня На домике Чтобы уж Совсем точно На 100% Он был вышед Внезапно Я не ожидала Что Так как схема написана От руки Да Давайте я лучше покажу вам Схему Чтобы не быть голословной Вот Посмотрите Она не напечатана Она Как бы Написана От руки И потом сделан То ли скан То ли ксерокопия Не важно Но суть в том Что значки Бывают Весьма Неодинаковыми Естественно Это ручная Надпись Ну вот Очень ярко Это видно Вот в этих Е Которые Иногда Похожи На Значок Собаки Иногда На какую-то Завитушку Спиральку Иногда На Е Иногда На С Иногда На что Угодно И вот В этот момент У меня были Проблемы С этими Значками Р Да Латинскими Вы понимаете Да Вот Палочка И потом Такая Как изогнутая Линия И оказалось Что в ключе Такого символа Нет Я смотрела Несколько раз Но его Нету Абсолютно Точно Я проверяла Проверяла И как помните У меня Уже было Такое С вот этим Значком Да Но я думаю Что возможно Это произошло Из-за того Что Тот человек Который Переписывал Схему Просто Сам неправильно Понял Какой значок Должен быть Потому что Вот посмотрите Вот эта галочка Которая Как будто Как значок Меньше Она на самом деле Если быстро писать Действительно Похожа на Ф И то же самое С вот этим Значком Который Является Как бы Уголочком Да Но Он может быть Похож И так далее Но Во всяком Случае Это не Эти цвета Гораздо Гораздо Более Похожи Чем У меня На Конве Кстати И вообще Мне кажется Что Несколько Отличаются Цвета Не так В Превью И на Конве Возможно Это из-за того Что какая-то Цветокоррекция Присутствует Ну и вот Посмотрите Даже если Посмотреть Вот так То здесь Цвет Конвы На Превью Выглядит Таким Более Какавушным Теплым А здесь Он какой-то Зеленоватый Ну и вот Получается Что некоторые Другие цвета Также Отличаются Вот я вам Говорила Про Розовый Смотрите Розовый Здесь И розовый Здесь По Превью Можно Подумать Что это Вообще Один и Тот же Цвет Но Вот На конве Они Отличаются Достаточно Значительно И Возможно Возможно Я ошиблась Но Во всяком Случа То что Получается Мне понравилось Никаких В принципе У меня Нету Претензий К схеме Да И еще Один момент Который Хочем Показать Вот смотрите Видите Вот здесь На кусте Есть Какой-то Более Темный Фрагмент Непонятно То ли Это Бэкстич То ли Это Крестики То ли Это Цветочек То ли Это Что Но В схеме Ничего Нет Смотрите Здесь Вот этот Фрагмент Здесь Этот Значок Этот И между Ними Вообще Ничего Нет И вот Я думаю Как быть Или это Какое-то Знаете Возможно Пятно На отшиве Который Фотографировали Для этого Превью Ну Я решила Что ничего Не буду делать Буду делать Здесь Как в схеме Кстати Да Знаете Почему меня Это Задачило Потому Что В схеме Есть Ошибки Вот Например Да Посмотрим На эти Окна Здесь Окно Здесь Окно Есть Внизу Полоска Бэкстич Здесь Полоски Бэкстич Нет Такие же Фрагменты У меня Встречались И раньше Когда Не хватало Например Некоторых Значков Вот Смотрите Видите Вот этот Фрагмент Везде Идут Идут Значки А здесь Оп И пробел Из двух Значков Как будто Тут Ничего Не Надо Вышивать Но На самом Деле Если Посмотрим На Превью Вышивать Там Надо Здесь Все Заполнено Ну И Собственно Логично Что Там Надо Вышивать Я Зашила Вот Здесь Эти Крестики В общем Это Все Конечно Из-за Того Что Вручную Переписанная Схема Все Люди Ошибаются Ничего Страшного Я не вижу Но Вот Такие Нюансики Во-первых Это И Или Во-вторых Уже Это И Раритетная Схема Так Что Я думаю Что Нечего На нее Пинять Я И так Со всем Справляюсь Мне Все Нравится Работа Получается Классно Ну Вот Такие Вот У меня Результаты Подводя Статистику За этот Расклад Скажу Что Этот Расклад Оказался Самым Маленьким Покрестиком За всю Мою Игру Ну То То есть Вот За Три Видео Я Не Поднимала Свои Предыдущие Записи По Предыдущим По Первому Сезону Так Назоваемому Данной Игры Но 1094 Крестика Я Отшила В данном Раскладе И Это Просто Самое Минимальное Количество Которое Было За все Время При том Что Я Почти На 45 Крестиков Перешила Этот Расклад Ну Что Я Надеюсь Что Новый Расклад Будет Побольше Мне будет Побольше Что Рассказать Показать В следующем Включении Ну А давайте Все таки Его сделаем И узнаем Что я буду Вышивать И на каких Работах Ну что ж Вот мои Карты Давайте Помешаем Как я уже Говорила Очень бы Мне хотелось Довышивать Ангелочков Потому что Они прям Просятся На завершение И если бы Это была Просто Не игра А какая-то Вышивальная Неделька Конечно же Я бы их Завершила Первым делом Но Так было бы Не честно Зачем Чтобы потом Не соблюдать Ее правила Так что Узнаем Хотят ли Карты Чтобы завершилась Эта работа Сегодня Возможно Ну или По крайней мере Для вас Сегодня Или все таки Мы увидимся С ней Еще в новом Видео Ну что ж Мне кажется Что достаточно Я перетасовала Так Что Первую карту Снимаем Да Первую снимаем И следующие Пять Это будет Наш Расклад И поехали Трифовая дама Но это домики Червовый король Лошадка Пиковая семерка Это книги Пока что Нету Нету Ангелочков И Десятка пиковая Тоже книги И еще один Двойка Трифовая Это Домики Как видите Как бы я Не хотела Чтобы дошились Ангелочки Карты Явно против Этого Но давайте Посчитаем Что на какой работе Я буду Ушивать Значит Семерка И десятка Для пикового процесса Для королевства книг Это 200 крестиков Король Для червового процесса Для лошадки Это 400 крестиков И Дама Которую мы Умножим на 2 Это будет 300 умножить на 2 600 крестиков Для домиков Таким образом Данный расклад Превышает 1000 крестиков Никакие дополнительные Карты Я вытягивать не буду К сожалению Нормы не такие большие Какие мне бы хотелось Мы даже Не доберемся До 1500 крестиков В рамках данного расклада Но тем не менее Таковы уж Правила И я буду Вышивать То что Мне сказали Карты Ну Видимо По всей видимости Увидимся мы с ангелочками Еще и в новом видео Как бы мне Не было печально Да Прямо меня подмывает Сейчас Вытянуть какую-нибудь Дополнительную карту Для ангелочков Как я это сделала Зельеварением Но нет Нет Я вам обещала Что не буду этого делать Значит Действуем по правилам Ну что ж Вот такой расклад Третий оказался Не могу сказать Что он супер-супер-пупер Интересный Но тем не менее Возможно Нас в дальнейшем Ждут гораздо более Интересные расклады Ну что ж На этом На сегодня Я с вами прощаюсь И увидимся с вами Еще в одном включении Когда я покажу вам Все отшитое И мы с вами Подведем результаты Данного видео Подобьем итоги Ну что ж Поехали смотреть Что у меня Завышивалось Навышивалось За третий расклад И перед вами Королевство книг На котором я должна была Вышить 200 крестиков Вышила 229 И на данный момент Работа Вышита На 42,66% И на этой работе Мне осталось Вышить 40 578 крестиков Чтобы завершить ее Чтобы дойти Наконец-то До конца В принципе Я вышивала Всего двумя цветами Одним цветом Вышила Наверное Не более 15 крестиков Тем, которым Дошивала Ниточку Ту, которую Вышивала В прошлый Отшив Это было Где-то Вот здесь И все остальные Крестики Я вышивала Средним Таким Бежевым Песочным Цветом Третьим Одним Из тех Которыми Вышивается Пол Вот здесь Как бы Фон Полочек На этом Дизайне Ну собственно Вот что у меня Получилось Рассказывать Особо Нечего Одно Лишь Скажу Что Эта работа В данном Виде У меня Вышивалась Три расклада Из трех И за все Три расклада Я вышила На ней 1653 Крестика И это Самый большой Результат За текущее Видео Поехали дальше Дальше Была Лошадка На которой Я должна была Вышить 400 крестиков Вышила 410 Основной Упор Я сделала В левой Части Работы Да Несколько Крестиков Вот таких Песочных Завершилось Вот здесь Но в основном Я вышивала Вот в этом Фрагменте Не скажу Что это было Очень интересно Скорее наоборот Я вышивала Тремя цветами Вот этим Песочным Потом бежевым И блендом Из них В общем Они очень классно Сочетаются Друг с другом Что и разумно И собственно Так плотненько Заполняют Фрагмент Что особо Не разберешь Где там Какой цвет Куда переходит Очень грамотно И красиво Получается В этих фрагментах Еще не хватает Бэкстича Конечно же Очень много Ну а так В принципе Мне остается Много работы На фоне Большое-большое небо О котором я уже Неоднократно Вам говорила Но вот Во время данного Отшива Я словила себя На мысли Что А вот Почему я решила Не вышивать лошадку Может мне сначала Вышить все-таки Лошадку Чтобы она уже Такая красивая На меня смотрела А потом Штопать фон Меня на эти мысли Натокнуло то Что я вот здесь Получается Фоном Обводила Несколько клеточек Которые являются Вот как бы Гривой лошади Я подумала Так бы интересно Было вышить Эту гриву Сначала Ну в общем Нет Наверное Все-таки Вышью Сначала весь фон Потом лошадку Потом переставлю Пяльца И буду вышивать Дальше фон Потому что фона Небо Природы Вот этой вот Прерии Еще очень-очень много И если Я сейчас Вышью Все самое интересное Именно лошадку То потом Это будет просто Мега нудная Затея Вышивать все остальное Ну что ж В данном видео Мы видели лошадку Дважды Во втором и третьем Раскладе И всего К сожалению За это видео Я вышила на работе 517 крестиков Но зато Она сейчас Вышита На 44,66% Чуть менее Чем на 2% Подросла Она За текущее видео Чтобы завершить Эту работу Мне осталось Вышить 16937 крестиков Ну и Едем дальше Работа Которая В третьем раскладе Досталась Самая большая Норма 600 крестиков Это мои домики И я вышила 616 крестиков Собственно Собственно Я думаю Я думаю Что вам Они легко Заметны Потому что Я сосредоточила Своё внимание В основном На буквах Я дошила Кустик Потом Перешла На вот эти Буквочки Также Вышила G, N, H И начала Буквочку Т Которая будет Вот здесь Ну а потом Так как Мне не хватало Крестиков Даже после того Как я Обвела Буквочки 4 Бэкстичем Мне на это Хватило Ровно Одной Ниточки И я Начала Вышивать Сердечки Они будут Продолжаться Также Дальше Сюда Пока что Я не Отчитала Правильно Ли я Запялила Конву В пяльца Чтобы у меня Поместился Весь дизайн Вот сюда До края Но в любом случае Переставлю Позже Еще Такой момент Да Забыла Сказать Я вышила Бэкстич На этом домике До конца Но Вырисовалась Одна проблемка Точнее Она не то Чтобы даже Вырисовалась Она наверное Можно сказать Что и решилась Потому что У меня Закончился Вот этот Темно-темно Серый цвет Нитки Которым и вышивается Собственно Бэкстич Еще в самом Начале Когда я только Начинала Этот дизайн Меня очень Сильно удивило Почему Для вот этого Цвета Которым вышивается Практически Весь Бэкстич На этой работе Положили Всего 2 пасмы Ниток Дело в том Что Вообще Во всем Дизайне Бэкстич Здесь выполняется Тремя Разными Цветами Ниток Таким Средне-коричневым Ближе к бежевому Выполняется Бэкстич На буквочках Он везде Абсолютно Одинаковый Также Темно-коричневым Цветом Будет выполняется Бэкстич На буквах Которые Внизу Составляют Афоризм Изречение Которое Есть на этом Дизайне И вот Третий Темно-темно-серый Цвет Ниток Им выполняется Весь Бэкстич Более того Им также Выполняются Некоторые Элементы Крестика Вот как Например В этом домике Двери Вот эти рамы Край трубы Это все Вот этот Темно-серый Цвет И бэкстич Получается На каждом Абсолютно Каждом Домике Меня тогда Это взволновало Я подумала Ну возможно Производители Что-то знают Лучше Они все Просчитали Но нет Очевидно Они либо Забыли Доложить Те нитки Которые Подразумевались Для бэкстича Либо они Забыли о том Что есть Какие-то Крестиковые Элементы Которые Выполняются Этим Цветом Цветом Но суть в том Что этот цвет У меня Закончился Поднесу Вам поближе Вот смотрите Я Взяла Другой Цвет Я взяла 3799 Чтобы Выполнять Бэкстич Дальше На этом Домике И я Не знаю Заметна ли Вам Разница Можете ли Вы отличить Где в этом Домике Та ниточка Которая Задумывалась Производителем И где Та Которая Уже Мною Добавлено Я Немножко Различаю Потому что Я знаю Где они И потому что Конечно же Когда я Прикладывала 3799 К вот этим Крестиком Разницу Было Видно Но в целом Слушайте Мне конечно Это не приносит Удовольствия Не радует Меня Но с другой Стороны Я в принципе Нормально Отношусь К тому Что Ниточка Заменилась Она не так Разительно Отличается Это не то же Самое Что если бы Я взяла Красную Нитку И начала Бэкать Весь оставшийся Дизайн Красным Цветом Да Есть Незначительные Изменения Но я думаю Что даже В тех Элементах Которые Появятся Дальше Именно Крестиковые Если Несколько Будет Отличаться Тон Этого Серого Цвета Это будет Заметно Только Если Знать Ну а Так На данный Момент Мне кажется Все более Чем Нормально Что Касается Статистики Я вышила Эту работу На 1186 Крестиков За данное Видео Потому что Мы с ней Встречались Трижды В каждом Раскладе Если Говорить О Вообще Всем Раскладе Третьем Который Я вам Сейчас Показывала То Я Вышила За него 1255 Крестиков Подводя Статистику По видео Я должна Показать Вам Также Вот этот Бубновый Процесс Моего Ангелочка Которому Повезло Меньше Всех В данном Видео Потому что Я вышила На нем Всего 307 Крестиков И Выпадал В раскладе Он Всего Лишь Раз Причем Из этих 307 Крестиков 200 Это были Бонусные Которые Я сама Ему Подарила И Как видите Я в начале Видео Насколько я помню Я говорила О том Что очень Хочу Завершить Эту Работу К сожалению Карты Мне ее Завершить Не позволили Надеюсь Что Следующее Видео В котором Будет Этот Ангелочек Уже Все Таки Принесет Ему Финиш По Моим Прикидкам Здесь Осталось Около Карты Будут Откладывать Откладывать Этот Финиш Еще На Подольше Так Что же Касается Всего Видео В этом Видео Мы посмотрели Продвижение На 3663 Крестика Это Самое Маленькое Продвижение За все Три Видео Которые У меня Уже Вышли В этом Проекте Потому Что Нормы По Раскладам Оказались Действительно Очень Маленькими Ни Один Из Ну что ж Так Тоже Бывает Ничего Страшного Я Надеюсь Что Следующее Видео Принесет Нам Какие-то Результативные Более Интересные Расклады В которых Будет Больше Бонусов Интересных Кар Возможно Джокеров Или Чего-то Еще Подобного А на Этом Моменте Я Собираюсь Данное Видео Заканчивать Спасибо Что Досмотрели Его До Конца Спасибо Что Были Со Мною На Свои Комментарии Это Помогает Развиваться Моему Каналу Это Помогает Моей Мотивации Вышивать И снимать Для вас Больше И Больше Ну что ж Не будем Затягивать Этот Финал Спасибо Вам Большое За Внимание Увидимся В новом Видео Пока Пока Продолжение следует